Здравствуйте, меня зовут Петеренко Анатолий Владимирович. Давайте продолжим наш интернет-проект в ЧАМП ЛК-контроллер, электронику и электротехнику. И сегодня рассмотрим подачу команды REVERSE на серво-драйвер T3D. И запустим серво-двигатель в обратном направлении с помощью интерфейса RS-485 по протоколу Modbus R2. Напомню, что сетевые настройки заводские у серво-драйвера, скорость передачи данных 19 208 бит данных, проверка контроля отчетности, начет и стоповые биты 1. Адрес устройства в сети 1. И дальше здесь у нас идут регистры. О назначении этих регистрах я рассказывал в прошлых видео. Давайте сейчас рассмотрим вот этот регистр. Здесь у нас команда REVERSE подается в регистр 48. В инструкции у нас есть параметры для настроек. И вот параметр 48 это как раз команда REVERSE. Если единица, то REVERSE. Если 0, то нормальное вращение. Здесь у нас параметр указывается в десятичной системе счисления. Вот есть ли у нас значение, которое может управлять REVERSE, находится в параметре 48. Соответственно, здесь в десятичной системе счисления мы указываем адрес регистра 48. Также здесь я добавил регистры. Это у нас регистр 60. Параметр P60 это время ускорения. И параметр P61 это время замедления. Здесь значение в миллисекундах. Давайте запустим APC сервер. В прошлом видео было видно, что у меня здесь возникали проблемы с связью. Эти проблемы на данный момент решены. Решены следующим способом. Вот у нас есть распиновка RG45. Это интерфейс RF-485. Четвёртый контакт это RG485B. Пятый контакт RG485A. И седьмой контакт GROUND-485A. Здесь вот на преобразователе USB в RF-485 интерфейс я изначально подключил два провода. Провод A и провод B. Граунд не подключал. Сейчас я подключил провод GROUND. И у меня связь стала намного устойчивее. Сейчас сбоев связи не наблюдается. И давайте немного вспомним по регистрам. Четвёртый регистр настройка режима управления. Где я записываю значение 3. Это говорит о том, что управление будет по положению и по скорости. И это можно будет выбирать, переключать. Переключение происходит настройка для переключения входа второй. Где записал значение 16. А вот этот регистр, это управление входом. Здесь я записал значение 1. Буду работать сейчас в режиме поддержания скорости. Здесь у меня 8 предустановленных скоростей. Сейчас я работаю с вот этой скоростью, с первой скоростью. В 25 регистре указываю значение 1. Это говорит о том, что уставку для значения скорости берём из предустановленных скоростей. То есть, вот из этих регистров. Пока ещё переключение не освоим. Дальше, что у нас здесь необходимо. Здесь я настроил вход. Первый вход установил здесь 1. Это режим активации входа. В регистре 120, если я запишу единицу, то по протоколу Modbus RTO, первый вход будет активирован. Ну и давайте попробуем запустить сервер двигатель. Здесь у нас уставка в оборотах минуты. Здесь у нас отображаемое значение. То есть, мы наблюдаем, какое количество оборотов в минуту делает двигатель. Ну и давайте запустим. Запускаем сервер двигатель. Записываем единицу в регистр 120. И здесь у нас происходит активация сервера привода. Уставка 500 оборотов в минуту. Ну вот здесь наблюдаем, что двигатель вращается со скоростью 500 оборотов в минуту. Даже, предположим, мне требуется произвести реверс. То есть, запустить двигатель в обратном направлении. В регистр 48 я записываю единицу. Записал единицу. Да. Видим, уставка поменяла значение на минус 500. И здесь видим, что отображаемое значение оборотов минус 500. То есть, сервер двигатель поменял направление вращения. Вот сейчас запишу значение 0. И видим, двигатель меняет направление вращения. Сделаю, изменю направление вращения немножко мягче. Вот, допустим, сделаю время ускорения 5 секунд. Соответственно, сюда я должен буду записать значение 5000, поскольку у нас здесь все задается в миллисекундах. Записал значение 5000. И теперь попробую дать команду reverse. Запишу единицу в регистр 48. И видим плавный разгон в противоположном направлении. Отключу реверс. Так, значение 0. Должен записать. Здесь отключу команду запуска. Также запишу 0. Здесь еще нужно обратить внимание на то, что обязательно должна быть активированная функция записи. Вот, видим код функции 6, принудительная. Ну, как видим, наверное, уже не обязательно. Почему? Потому что, несмотря на... Хотя в инструкции указано, что нужна функция записи 6, но здесь я забыл указать функцию записи 6. Тем не менее, запись происходит. Работу... Требуемую работу серводвигатель выполняет. Соответственно, я тоже еще не до конца разобрался, как работать с данным серводвигателем. Разбираюсь и рассказываю об этом. Также, пока у меня не получилось вот здесь активировать время замедления, скорее всего, в инструкции где-то должен быть указан режим замедления. То есть, если я здесь тоже укажу 5000, 5 секунд время замедления двигателя, запущу двигатель. Команда 1. Двигатель медленно разгоняется. И вот, если я сейчас запишу 0 для остановки двигателя, двигатель устанавливается быстро. Соответственно, вот эта вот моя функция не работает. Попробую поменять здесь... Может быть... Активирую команду записи 6. Попробую в этом режиме. Попробую запустить и остановить двигатель. Единица двигателя запускается. Плавный разгон. Попробую 0. Отключить. Нет. Остановка также происходит быстро. То есть, получается, что это не имеет значения. И, скорее всего, где-то в настройках есть, как у частотных преобразователей, режим остановки. То есть, нужно разрешить его либо здесь... Вот, например, у частотников это бывает либо свободным выбегом, либо торможением постоянным током. Возможно, здесь сейчас настроено торможение. На этом небольшое видео завершаю. Спасибо.